Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Я рада вас приветствовать на своем канале. И сегодня мы посмотрим итоги сентября. Что я нарисовала за этот месяц? Конечно же, будут работы с масляной пастелью. А еще, друзья, я вам расскажу немножко секретов. Я делала грунт новый и поделюсь с вами, как этот процесс происходил. Вы узнаете, что я добавляю для того, чтобы грунт был абразивным и интересным. Ну и, конечно, полюбуемся прекрасной уральской природой. Итак, начинаем! Весь сентябрь у нас была чудесная, теплая погода на Урале. Какая красота! Сейчас настолько красивая пора, золотая осень. Эти прекрасные золотые листья на фоне пронзительно-голубого неба. Я надеюсь, вы тоже наслаждались этой природой, этой чудесной погодой, которая сейчас стоит у нас в России. И вы нарисовали новые красивые произведения. Буквально сегодня нарисовала вот эту милую собаку. С таким добрым взглядом, с осенними кленовыми листьями. Мне очень понравилось эту работу делать. Она еще интересна тем, что я экспериментировала на этой бумаге. Я ее грунтовала. В конце видео покажу рецепт, как я это делаю, как грунтую. И поверхность абразивная. Видите, там такие крупинки, как наждачная бумага. Конечно, расход масляной пастели идет больше. Наверное, я бы ее больше рекомендовала для сухой пастели. Но было интересно применить такую технику. Здесь есть и акрил, акриловый грунт, сода, клей ПВА. Но обо всем подробнее вы посмотрите в конце видео. Ну а теперь о самой работе. Мне кажется, она передает настроение осени. Также я снимала сториз для инстаграм и шорсы для ютуб. Все вы можете увидеть также на моем канале. Часто осенью рисуют тыквы. Тыковки такие яркие, они такие разные. Мне тоже захотелось их изобразить. У меня была проба новой бумаги. Мне было интересно, как рисовать на такой фактурной поверхности. Больше, конечно, мне нравится рисовать миномасляной пастелью на более гладкой поверхности. И эта бумага с двух сторон имеет разную поверхность. С одной гладкой, с другой немножко фактурная. Рекомендую рисовать именно на гладкой. Но сама бумага плотная, качественная, мне понравилась. И получился очень сочный и красивый, я считаю, рисунок. Рисовалось мне легко, потому что мне помогал мой рыжий кот Степан. Видите, он всегда у меня рядом. Очень любит наблюдать за процессом. И поэтому любая работа очень быстро спорится и делается. Так что, друзья, рекомендую. Заведите питомца. Друзья, хочу показать. Я использовала вот такую крафт-бумагу для рисования впервые. От третьего формата. Для сухих техник, тушь, сепия, сангина, уголь, пастель и карандаш. Понравился, что крафт довольно плотный. Вот моя работа. Видите, что не тонкая бумага, не коробица. Но так как я рисовала масляной пастелью, и если ей довольно жирно рисовать, то с другой стороны такие вот жирные пятна, видите, просачиваются. Как раз вот где я наносила линии. Но если это вам не принципиально, вот видите, какой отпечаток, то можно рисовать и на крафте. Осень, рыжая кошка. У меня тут Степа стоит, смотрит, и листья осенние летят. Использовала пастель Мунгио, 24 цвета. Такая у меня палитра. Тут у меня осенний декор. Надеюсь, вам понравился мой котик. Такой замечательный, рыженький. Буду еще рисовать на крафте. Особенно буду делать эксперименты с масляной пастелью. Тем более, такую бумагу не жалко. Она, в принципе, недорогая. И самое главное, что выдержала испытание масляной пастелью. Вот так вот смотрится моя работа. Хотела нарисовать, не прорисовывая очень подробно фон, все внимание на котика. А фон хотела сделать такими более быстрыми штрихами. Этого котика я уже разместила в моей галерее. Это арт-мажор, пинкой, тресера. И иногда еще в соцсети размещаю. Так что, друзья, вы можете увидеть там и работы, и приобрести. Также советую вам использовать крафт для того, чтобы делать выкраску цвета, какие-то эксперименты, разные техники с масляной пастелью. Потому что, действительно, бумага бюджетна и отлично смотрится, тем более для светлых фонов, где вы хотите показать светлую, мягкую, нежную пастель. Для более контрастных вещей, конечно, можно выбрать более темный фон, черный, темно-синий, бордовый. Все зависит от вашей задумки. То, что интересно, вы придумаете и воплотите. Вот мои тыковки, они уже были нарисованы на такой плотной бумаге от фирмы Малеевич. Очень качественной. И вот посмотрите, как красиво можно поставить ее в фотозону, да, и снимать, делать разные композиции, составлять. Видите, как замечательно. Так что не зря я делала эту картину на марафоне. А про марафон я вам расскажу в следующем видео. Так что подписывайтесь, друзья, чтобы не упустить новую интересную информацию. Я думаю, это будет интересно творческим людям, художникам. Подписывайтесь, пишите комментарии. Мне интересно, что рисуете вы осенью. Купила такую замечательную папку для пастели. 7 листов, 270 грамм, очень такая плотная. Вот в окошко вы можете увидеть цвет бумаги, синий. Смотрите, какая у нее фактура прекрасная. Какая она плотная. С одной стороны, значит, есть легкая фактура, а с другой она гладкая. Но масляные пастели я буду рисовать именно на гладкой стороне. Рекомендую. Отличная бумага. Я также брала А4 формат. Там у меня сразу несколько оттенков было. Мне она понравилась. И поэтому я заказала также А3 формат. Вот такая бумага у меня была ранее. Видите, сколько оттенков выпускает Малевич. И вот я приобрела синюю. А в этом наборе как раз все цвета есть. И синие, и черные. Такой серый цвет очень красивый. Сиреневый. Вот такой набор. Вот столько оттенков он содержит. И вот как раз на красном я рисовала тыковки. Отличная бумага. Ну а теперь, друзья, переходим к грунтовке бумаги. Берем соду. Акриловую краску. Вот у меня такая от гаммы. Серая краска. Так, затем грунт акриловый от Малевич у меня. Баночку, где мы будем все перемешивать. И еще я хочу немножко клея ПВА добавить. Для того, чтобы сода сцеплялась с бумагой лучше. Так, начинаем. Можно взять ложечкой. Смешиваю. Добавляем краску. У меня серый цвет. Вы можете добавить любой цвет, который вам нужен для вашей задачи. И тщательно все перемешиваем. Добавляем чайную ложку пищевой соды. Именно она будет давать такую шероховатую поверхность, как бы напоминающую наждачку. Вот так я покрыла лист. Видите, что он немножко коробится, но он высохнет. И все будет хорошо. Тут же Степа пришел. Как же без него? Он должен контролировать процесс. Я покрывала сразу два листа. Один от третьего формата, другой от четвертого. И как раз на маленьком формате я впоследствии нарисовала собаку с осенними листьями. Сушить поверхность надо горизонтально. И у вас не будет никаких волн. Все высохнет и будет замечательный грунт под пастель. Ну а теперь самое приятное. Отрываем скотч. И вуаля! Наша работа готова. Осталось чуть-чуть ее подсушить и можно рисовать. Именно на этом бумаге я нарисовала собаку. Вы ее видели в начале видео. Поверхность получилась плотная. Ничего не осыпается. И сода прочно сидит. И тем не менее она не такая, как наждачка грубая. Будет интересно поверхность эту попробовать. Поработать с ней масляной пастелью. Ну а вот, друзья, и конечно же результат этого труда. Ну а на сегодня это все. Я вам показала свои осенние работы. В следующем видео расскажу об участии в марафоне, в котором я много рисовала. Итак, друзья, до новых встреч. Подписывайтесь, и вы увидите много-много интересного. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok